Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад звучит так. Когда же закончится череда неудач с метастатической увиальной меланомой? Это слайд о моих финансовых заинтересованностях. Итак, что мы сегодня знаем про увиальную меланому? Во-первых, это орфанная болезнь. Заболеваемость в мире, по данным разных авторов, колеблется от 4 до 11 случаев на миллион. Напомню, что заболеваемость кожной меланомы – это примерно 5 случаев на 100 тысяч, если мы говорим про Россию. Итеология увиальной меланомы неизвестна. Для кожной она установлена, это ультрафиолетовый свет. Для увиальной меланомы риск ультрафиолета в развитии болезни не доказан. Сегодня существуют стандарты лечения первичной опухоли. Это энуклеация, когда опухоль достигает размеров, не позволяющих проводить консервативную терапию. Или консервативная терапия, которая включает в себя брахиотерапию, фотодинамическую терапию, термокоагуляцию, а также радиохирургию. Сегодня не существует стандартов адювантной терапии увиальной меланомы. Сегодня важное значение приобретает правильное прогнозирование этой болезни. Исторически сложившиеся к клиникам орфологические признаки, к которым относятся возраст, толщина и диаметр первичной опухоли, вовлечение целлярного тела, экстраокулярный характер роста, эпителиоидный тип клеток – все это факторы плохого прогноза, очень сильно уступают в своем прогностическом значении более новым методам. Во-первых, это хромосомные аберрации. Сегодня основным фактором, общепризнанным плохого прогноза, является моносомия третьей хромосомы, а также перечисленные на слайды хромосомные аберрации в других хромосомах. И буквально в последние 10 лет с развития молекулярной генетики появилась возможность генетического профилирования опухоли и построению графиков прогноза в зависимости от экспрессии тех или иных генов. Сегодня в США существует коммерческая система, она называется Decision DXUM, которая на основе 15 генов с высочайшей точностью выделяет пациентов в две группы, которые точно спрогрессируют с вероятностью 97% и которые не спрогрессируют, там вероятность порядка 20%. Помимо этой коммерческой системы, факторами прогноза генетическими и молекулярно-генетическими являются мутации в генах BAP1, SF3B1 и EIF1X. Что еще мы знаем про эту болезнь? Для увиальной меланомы характерен феномен дремлющих метастазов. На момент постановки первичного диагноза только у 4% пациентов, а по некоторым данным даже у менее чем у 1%, это зависит от точности диагностики первичной увиальной меланомы, есть отдаленные метастазы. Однако у всех этих пациентов, у половины из них, через какое-то время, независимо от метода лечения первичной опухоли, возникнут отдаленные метастазы. Для увиальной меланомы характерно гематогенное метастазирование. Среднее время допрогрессирования, по нашим данным, составило 45 месяцев. Были пациенты, которые быстро прогрессировали, это 5 месяцев, и были уникальные случаи, когда болезнь прогрессировала спустя 28 лет. Более 90% всех метастазов при увиальной меланоме происходит в печень. Почему печень? Сегодня ответ на этот вопрос дали современные исследования молекулярные, которые показали, что на поверхности клеток увиальной меланомы в глазу появляется огромное количество рецепторов, которые тропны к факторам, синтезирующимся гипотоцитами. Это инсулин, подобный фактор роста, ЦХ, ЦР4 и ЦМЕД, то есть фактор мезинхимальной эпителиальной трансформации. Огромное количество этих рецепторов на поверхности клеток увиальной меланомы позволяет им без труда цепляться за ткани печени и давать там метастазы. Химиотерапия. Стандартная химиотерапия, которая использовалась при лечении кожной меланомы, активно изучалась для метастатического увиальной меланомы. Вы видите множество режимов, которые пытались применять, но, к сожалению, общий вывод из всех исследований был один. Минимальное количество полных ответов и очень малое количество частичных ответов. То есть химиотерапевтическому лечению эта опухоль резистентна. Когда начали проводить анализ вообще всех типов меланом, вы этот слайд уже, наверное, видели сегодня, то увидели, что в отличие от кожной и слизистой меланомы, увиальная меланома имеет очень специфические мутации в генах ГНАК и ГНА-11. Сегодня общепризнано, что инициирующая мутация – это ГНАК, которая чаще всего встречается в первичной опухоли. И затем уже запускается каскад разных патологических путей, которые вызывают вторичную мутацию ГНА-11. Кроме того, при увиальной меланоме встречается мутация в гене ЦЕКИД. Наши данные, которые мы здесь тоже представляем, говорят о том, что мы анализировали 36 пациентов. Образцы это были и первичные, и метастатические. Очень высокую частоту мутации ГНА-11 – это 41%. ГНАК также встречался 33%. Бираф мутация около 5%. В ЦЕКИД, НРАС не было вообще таких мутаций. Такой разбор из данных немножко вас сейчас должен смутить. Для увиальной меланомы есть очень четкая связь между экспрессией, вернее, мутацией того или иного гена и участком глаза, в котором выросла опухоль. Например, мутация Бираф чаще всего встречается при меланоме радужки. При этом ЦЕКИД чаще всего встречается при меланоме конъюнктивальной, то есть неувиальной. Ну, очень сложный слайд, попытаюсь его упростить. На сегодняшний день очень детально расписаны патологические пути, которые формируются при увиальной меланоме, и на них пытаются воздействовать с помощью лекарственного лечения. Первый большой путь опосредован протеин киназой С. И несколько исследований сосредоточено на препаратах, инактивирующих протеин киназу С, то есть его ингибиторов. Следующий путь, который пытаются блокировать при метастатической увиальной меланоме, это МАПКЕЙ, путь через блокирование меккеназы, по аналогии с кожной меланомой. И третий путь – это АКТМ-ТОР, туда тоже направлены таргетные препараты, и они сейчас активно исследуются в исследованиях. Первое исследование, которое продемонстрировало впервые в мире и эффективность системной химиотерапии при метастатической увиальной меланоме, показано на этом слайде. В нем сравнивали химиотерапию силаметинибом, это МЕК-ингибитор, и докарбазином. Вы видите, что по сравнению с докарбазином частота объективных ответов у пациентов, получающих силаметиниб, составила 14%. Выживаемость без прогрессирования в группе докарбазина была всего 7 недель, при лечении силаметинибом уже 16 недель. При этом общие выживаемости различия были статистически недостоверными. Схема обладала очень высокой тактичностью. Тем не менее, за неимением ничего лучшего, в апреле этого года FDA одобрила силаметиниб как орфанный препарат для лечения метастатической увиальной меланомы. И в США его можно получить. Здесь показаны основные активные и уже завершенные клинические исследования препаратов для лечения метастатической увиальной меланомы. Повторюсь, они направлены либо на блокаду МЕК-киназы, либо на блокаду протеин-киназы С, затем активно изучается иммунотерапия, препараты эпилемумаб, пембролизумаб и разные другие подходы до сих пор пытаются исследовать химиотерапевтические режимы. К сожалению, данные одного из исследований по использованию ингибитора протеин-киназы С, они не фантастические. Вы видите, что стабилизацию заболевания удалось достичь только у 70 пациентов, и только у двух был какой-то частичный ответ зафиксирован, у двух процентов. Это очень мало. Что показали результаты иммунотерапии? Ингибиторы анти-CTLA-4 антитела эпилемумаб не показал никакой эффективности при лечении метастатического увиальной меланомы. Второй препарат, анти-PDL, также не показал выраженных каких-то эффектов. Тем не менее, в исследовании, доложенном на АСКО в этом году, в котором принимало участие 7 человек, было показано, что из 7 больных был зафиксирован один полный ответ, один частичный и одна стабилизация. Сейчас на основании данных этого пилотного исследования открыт набор в протокол по использованию пембролизумаба при метастатического увиальной меланомы. В США пациенты могут принимать там участие. Но со своей стороны мы тоже пытались инициировать такое исследование. Пока ждем ответа, дадут ли нам этот препарат. Методы лакорегионального лечения. Они делятся на два больших класса. Это методы хирургического лечения и лекарственного воздействия на печень. Это химиоэмболизация, радиоэмболизация, иммуноэмболизация, а также инфузия печени различными препаратами. Очень интересные данные были представлены Институтом Кюри во Франции. По данным литературы, это учреждение, пожалуй, обладает максимальным, которое я встречал, опытом наблюдения за пациентами с увиальной меланомой. С 1991 по 2007 год у них наблюдалось 3800 пациентов. Из них у 800 возникли метастазы в печень. 255 пациентам из 800 было выполнено хирургическое лечение. Обратите внимание, что если удавалось выполнить радикальное хирургическое лечение метастазов в печень, то есть R0, то общая выживаемость увеличивалась до 27 месяцев. Ни один метод лекарственного лечения не сравнится по эффективности с радикальной хирургией метастазов в печень. К сожалению, в этом исследовании были оговорки. Исследователи оперировали только пациентов с небольшим объемом опухоли и при благоприятных прогностических свойствах. Второе перспективное направление локорегионарного лечения метастазического виальной меланомы это перфузия печени высокими дозами мелфолана. В этом исследовании сравнивали две группы пациентов. Одной группе, 44 пациентам, проводили через кожную перфузию мелфоланом. Второй группе проводили просто наблюдение динамическое. и сапистематическую терапию по выбору исследователя. Вы видите, что в группе наблюдения объективных ответов или, вернее, не наблюдения, а в группе выбора метода лечения по выбору исследователя было всего 2% объективных ответов. При этом при регионарной перфузии мелфоланом 34% ответили на лечение. Выживаемость без прогрессирования в группе мелфолана составила 8 месяцев против 2 месяцев в группе другого лечения. К сожалению, общая выживаемость в этих пациентах никак не отличалась. Большой интерес вызывают исследования по адювантному лечению и профилактике метастазов меланомы Харидеи. Вы видите, те схемы, которые продолжают исследоваться, некоторые исследования даже завершены, но пока никаких выдающихся данных мы не можем представить. Ну и вопрос, с которого начинался мой доклад, когда кончится череда неудач. На наш взгляд, сегодня каждому пациенту после выполнения первичного лечения, лечения, вернее, первичного опухоли, необходимо выстраивать четкое генетическое прогнозирование. Сегодня у нас есть методы, позволяющие это делать. И в зависимости от группы, в которую попадает пациент, за ним нужно либо очень внимательно наблюдать, или даже пытаться проводить какие-то профилактические методы воздействия системные. Второй пункт, который тоже сегодня выполним, это качественный и количественный анализ циркулирующих опухолевых клеток. Вы знаете, что виальная меланома метастазирует гематогенно, поэтому уже сегодня мы можем анализировать эти клетки в крови пациентов. Существуют наборы, тест-наборы. Третий пункт, но это, пожалуй, на будущее, это попытка с помощью современной терапии, главным образом, таргетной терапии, заблокировать механизмы метастазирования, главным образом, мезинхимальную эпителиальную трансформацию, которая позволяет метастазу выйти из кровеносного сосуда в ткань печени проникнуть и там прижиться. Те пациенты, у которых стоит такой диагноз, должны в обязательном порядке проходить наблюдение в онкологической клинике. Наш собственный опыт свидетельствует о том, что большинство пациентов, получив высококлассную помощь медицинскую у офтальмоонкологов, после этого оказываются под наблюдением у своих, даже не то, что районных онкологов, а просто в обычных поликлиниках по месту жительства. И врачи, которые никогда не видели, как выглядят метастазы в печень, очень часто отпускают этих пациентов, когда у них появляются новообразования с диагнозами гемангиомы. Поэтому мы за то, чтобы пациентов наблюдали онкологи, всех без исключения. Мы считаем, что в пациентов с группом с плохим прогнозом необходимо в обязательном порядке делать МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. Ну, следующие механизмы это на будущее, это создание новых таргетных препаратов, создание новых моноклональных антител, а также совершенствование методов локального лечения. Последний слайд, что можем предложить мы у себя в нашем учреждении. Во-первых, благодаря большой кооперации, которая происходит внутри онкологического центра, сегодня мы можем оценивать хромосомные нарушения у пациентов после лечения первичной опухоли. Затем мы можем определять различные мутации, которые есть и в первичной опухоли, и в метастазе. мы предлагаем пациентам после лечения офтальмологов динамическое наблюдение, это выполнение ультразвука нашими специалистами, МРТ в брюшной полости, а также ПЭТ-КТ. В онкологическом центре есть это оборудование. Мы продолжаем изучать химиотерапию, потому что вопрос еще пока этот не закрыт. Есть отдельные данные о том, что некоторые режимы могут быть эффективны, поэтому у нас продолжаются исследования химиопрепаратов. Некоторым пациентам удается участвовать в международных клинических исследованиях, это современные таргетные препараты, ингибиторы МЕК, БИРАФ. Кроме того, у нас есть доступ до препаратов иммунотерапевтических современных, таких как ИПИЛИМАП, НИВАЛУМАП, ПЕМБРОЛИЗУМАП, ВРУ, ПЕМБРОЛИЗУМАПа нету пока, надеемся, скоро появится. Ну и наконец, локорегионарное лечение, благодаря кооперации с нашим отделением опухолей печени и поджудочной железы и интервенционных методов воздействия, нашим пациентам мы можем делать химиомболизацию, радиочастотную абляцию, ну и резекцию печени. Ну и наконец, в онкологическом центре есть аппарат стереотоксической радиохирургии, и мы можем выполнять и такое воздействие на метастатические очаги. У меня на этом все. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ